Так, ну всё, в общем, трансляция включена, запись вошла. Сейчас я особо не трансляюсь, конечно, тогда... Она, в принципе, как бы, смотрите, я её не рекомендую тем, кто участвует, потому что это лишняя потеря трафика, и там будет задержка до 40 секунд. Вот есть, сейчас я ещё рекламу всякую показываю. Единственное, что я датчат себе сделаю, чтобы, если кто-то бы осмотрел, я ничего не считаю. Вот есть, сейчас я ещё рекламу. Всё, если хотите, можете там профконтакты. Покидайте посылку, я вам электронный сервис скину. Если что, можно... Вот достаточно. Вот. Можно подключаться. Ну, что, собственно, я предлагаю тебе с тебя начать. Давай расскажи нам, в чём суть. Ну, собственно, сайт Сарафан, я думаю, тебя не очень слышали, да? Не знаю, насколько там у меня есть представление о чём это. Стоит рассказывать или нет? Да, я думаю, стоит рассказать. Ну, в самом простое приближение это универсальный сайт фриланса. Так, смотри, ты сейчас можешь включить демонстрацию экрана и, собственно, показать вам это всё дело? Почему? Ну, у тебя сайт, он же, есть, или ты на словах больше слышишь? Нет, сайт есть. Сайт есть, я не знаю, как скайпе есть, да, демонстрация экрана. Да, через плюсик тебя плюсик нажимаешь там, демонстрация экрана, я её выведу на трансляцию. Хорошо. Видно, да? Так. Да, загрузился. Ну, я здесь, а вот экраны я не вижу. Я не вижу нигде. Да, я здесь, ага, видно, нормально. Экран должен быть виден в скайпе, но если ты его не видишь в скайпе, то ты его, наверное, видишь только теперь записи. Ну, вот я открыл ещё ссылку, который доконнарт. Да, он говорит, что у тебя эта версия не подходит, или что-то такое, в общем, попробуй скайп обновить. А у него он подлинг, спай, отмышок. Ну, он скорее всего старый, он автоматически не обновляется. Ну, ладно, тогда в записи посмотрю. Да, я пока не думаю, что тут есть что-то такое интересное. Можешь открыть ссылку, просто шарафан нет. Вот тут угораю и... Ну, скинься за скайп, ссылку на всякий случай. В чат. Так, ну, я опять непонятно, слышно меня, не слышно? Конечно, тебя слышно. Если бы было не слышно, всё бы оборвалось. Всё, я не отвлекаюсь больше на это. Слышно или не слышно, считаем, что всё нормально наслышно. Вот. Соответственно, есть сайт сарафан. Это универсальная биржа услуг. Система очень простая. Такая же, как, в принципе, на сайтах фриланса. Единственное, обычно на сайтах фриланса нет региона. И спектр услуг ограничен. Здесь сама идея была, что, в принципе, схема фриланса, вот этого фриланса биржа услуг, то есть, когда заказчик объявляет нечто вроде тендера, исполнители делают предложение, заказчик видит предложение и одновременно видит репутацию исполнителей, заключает с ним сделку и только на основании заключённой сделки может написать отзыв. То есть, система репутации работает очень чётко. В принципе, система репутации работает в огромном количестве сервисов в интервенте. Это самая популярная схема репутации на данный момент, когда речь идёт о договорных отношениях. Это все интернет-аукционы, это такие сервисы. Ну, я не знаю, на самом деле, Airbnb там и каучсерфинг. То есть, там близкие схемы. Я не знаю в точности, в детали, я этим не пользовался, но я думаю, скорее всего, там системы очень похожи. Суть в том, что здесь не может быть недобросовестной конкуренции. То есть, если кто-то ставит какой-то отзыв, он сам своей репутацией отвечает за этот отзыв, который он ставит. Потому что он может получить... То есть, отзыв может написать только тот, кого человек сам предложил, и, собственно, к которому тот человек может в обратную сторону написать отзыв. То есть, здесь можно заказать любую услугу, абсолютно любую услугу, на что только хватит фантазии. Но, в принципе, по большому счёту, эта система, она может быть шире. Здесь может быть и найм на работу, то есть, регистрация любых договорных отношений. То есть, партнёрские какие-то отношения можно зарегистрировать. Соответственно, сайт был сделан несколько лет назад. Вот 2011 год, последняя новость. То есть, он и тогда, дизайн не был суперсовременным, а сейчас он ещё устарел. И я, в общем, готовлюсь к тому, чтобы опубликовать на GeekTimes пару статей. На GeekTimes? Да, на GeekTimes. Пару статей, которые, в принципе, мне ещё надо подредактировать, но, тем не менее, я уже практически готов это сделать. Соответственно, там будет упоминаться сарафан, и было бы логично, если приглашать уже сюда людей, чтобы люди могли сразу им воспользоваться. В принципе, он рабочий. Там наверняка найдутся какие-нибудь баги, потому что... Я понял. Смотри, скажи, у тебя на хостинге, твой сайт, он сейчас на Друпале, правильно сделал? Да. Так, на Друпале, если он... У него есть база данных, у неё объём, знаешь, какой? Ну, я могу отвечать, в принципе. И какой размер... Глянь, посмотри, сколько у тебя вообще есть сайта по файлу занимает, и сколько баз данных. То есть, в принципе, если есть такая возможность, и ты не против, было бы здорово это всё дело выложить на гитхаб, чтобы это можно было разворачивать где-нибудь у себя для... Или просто копировать, да? Допустим, можно было проводить эксперименты, тогда, если есть дизайнер или программист, который будет тебе помогать, он же может сделать себе копию всего этого, провести эксперимент, потом показать тебе, что получилось, и потом, если тебе понравится, ты на основном сайт это можешь применить. Ты знаешь, тут есть сложности, хотя бы такие, что... Я не уверен, что если код будет открытым, то он будет безопасным. Понимаешь? Я считаю, что в перспективе, да, открытый код это хорошо и правильно, но сначала надо провести аудит этого кода, а потом уже выкладывать. Все зависит от того, какие у тебя есть риски. Единственное, что может произойти, это взлом сайта, это, естественно, будет видно сразу. Допустим, взломали сайт, там, не знаю, украли глаз в данных, еще что-то. Ну, конечно, потеря может быть неприятная с точки зрения репутации, но в целом, единственное, что может реально произойти, ты можешь потерять данные. Вот если ты потеряешь данные, это обидно, но для этого есть решение, то есть сделать бы как. Ну, на самом деле, вопрос, стоит ли конкретный сервис выкладывать, да, то есть, если говорить о электронной совести... Тебе не нужно выкладывать, например, базу данных, но сам сервис пустой, да, то есть, прототип, на котором проводится исследование, разработка, да, его имеет смысл выложить, смотри, то, что ты выложил нечто на GitHub, не есть гарантия, что у тебя точно такой же код на основном сайте. Это, как бы, не обязательно, что тебя взломают, потому что увидят, что там где-то ошибка, но если тебя взломали, это замечательно, если тебя взломали как можно быстрее и сразу, это еще лучше, потому что, если ты код не выложишь, это все равно не гарантия, что тебя не взломают, и чем раньше тебя взломают, тем лучше, поэтому у тебя появится возможность исправить эту ошибку, потому что, если тебя взломают потом, когда у тебя будет работающая система, то ты понесешь намного больше потери. То есть, иными словами, я говорю о том, что... Сейчас есть конкретная, совершенно конкретная задача. Я не стараюсь сейчас тратить кучу времени на гитаба, там туда-сюда. Надо просто сделать приличную первую страницу. Я считаю, что она сейчас выглядит недостаточно... Под первой страницей ты понимаешь вот ровно за главную страницу то, что мы сейчас видим. Слышно. Алло. Сейчас стало слышно, вроде, да. Под главной страницей ты понимаешь то, что мы сейчас видим, правильно? Ну, фактически, да. Я могу там проскролить, да, то есть, по идее, здесь выводятся вот здесь вот три сообщения в очереди на модерацию, да, если я, допустим, сейчас их одобрю, то они появятся здесь как список заказов, собственно говоря, которые есть, то есть, если... Ну, да, все равно сейчас заказов нет на сайте, поэтому, соответственно, их не видно. Вот. То есть, такой же список заказов, которые появляются здесь. Ну, они, в общем, похожи, эти списки, списки, которые есть там в исполнителе. Это будет нечто подобное. Так, секунду. Нет, вот слетело видео. Сейчас я его поставлю. Так. Ну, смотри, есть какой вариант. Мы можем... Смотреть, что я мог бы предложить для вас. Можно взять исходную картинку или просто HTML? То есть, есть разные варианты. Можно прямо сразу HTML править, можно сделать копию полностью. Надо знать, чего хотеть. Для начала, Кость, надо знать, чего хотеть. Надо просто сделать эскиз какой-то. Для того, чтобы эскиз сделать, надо какое-то представление. Я понимаю, ты меня перебил, я не закончил свою мысль. Я, прежде чем знать, что хотеть, нужно увидеть, что есть. А оттуда можно найти те основные элементы, которые бы ты точно хотел оставить. А то, как они уже будут выглядеть, это уже тот процесс, который можно обсуждать и сразу делать. То есть, я просто говорю, что есть два пути. Либо мы идем от картинки, то есть, делаем полный скриншот, есть специальные расширения для хрома, которые делают полный скриншот всей страницы. У тебя есть по ПНГ-картинка. И от нее начинаем идти рисовать на ней что-нибудь или, допустим, как-то изменить. Либо мы берем аштемальную страницу, опять же, делаем копию страницы через Google Chrome и идем от этого. Начинаем убирать лишнее, редактировать, и сразу мы получаем готовую верстку. Вопрос просто, какой тебе вариант больше нравится, мы и то, и другое можем сделать, потому что здесь есть Ярослав, и я, мы оба знаем, что мы достаточно в локом уровне, и заодно Жене тебе, как я успею. Ну, аштемоль, это уже следующий этап. Сначала, я думаю, надо просто понять вообще, что делать. То есть, сначала нужно техническое задание выработать. Я так это вижу, так я привык работать. Может быть, кто-то работает по-другому, но это же так. Сначала задается техническое задание. Вот в таком месте мы хотим такой блок иметь, здесь такой, здесь вот это, здесь вот это. Потом, собственно, по этому техническому заданию работает дизайн. Понимаешь, когда ты говоришь здесь и здесь, это говорит о том, что тебе нужно графически показать, где конкретно в этом месте сайт. Ты можешь начать с чистого листа. Например, в Google Docs есть Google Рисунки. они позволяют векторно набросать из простых примитивных форм и текста графику, которую можно потом передать либо дизайнеру, чтобы он превратил это, оставив основные смысловые элементы в нечто символичное, либо сразу дать программисту, чтобы он сделал верстку. Или там, верстальщик. Как можно сделать свою верстку, когда нет дизайна? Мне непонятно. Ну, хорошо, я могу на бумажке нарисовать. Ну, дело в том, что сейчас вот это понятие программист, дизайнер, верстальщик и так далее очень размытое понятие, потому что у меня, например, есть друг, который прекрасный и программист, и дизайнер, и верстальщик. То есть он вообще может прям с нуля вот ты говоришь слово там буквально мне нужно заказом берет и тут же тебе делает верстку, которая выглядит отлично. То есть можно это все делать в режиме реального времени прям сразу. Да, ты можешь составить техническое задание, но после того, как ты его составишь, нам нужно будет созвониться и пройти по пунктам и начать это делать в режиме реального времени. То есть вопрос просто мы сейчас грубо говоря останавливаемся в записи и делаешь техническое задание или мы начинаем ... Костя, понимаешь, что я делаю? Костя, в чем моя проблема? Я могу сейчас заморочиться делать техническое задание, да? Я могу заморочиться там этим все заниматься. Я тогда не напишу тексты неподготовленных публикаций. Вот тексты я ни на кого переложить не могу. Я не знаю того, кто может за меня написать текст. Кто может посмотреть, как сделаны какие-то сервисы и предложить вариант первой страницы, я думаю, что многие могут это сделать. То есть ты предлагаешь, скажем так, нам сделать некий вольный эксперимент над страницей самостоятельно? можно я вмешать? Освободи в твое время для полезных вещей. Дело в том, что, Кирилл, за тебя никто не сделает ни дизайн, ни что. То есть всегда надо самому представлять, как оно должно выглядеть. И пока сам на листочке или в Google Docs или в HTML не нарисуешь, никто другой не сделает. Ярослав, я тебе могу, конечно, с тобой согласиться, что, наверное, да, я когда писал вот это вот сообщение сейчас в ВКонтакте, я думаю, ну, наверняка, вообще, Крым, кто откликнет, пытаюсь делать по жизни очень многие вещи. Но временами я просто чувствую, что я надрываюсь и мне хочется это пылинуть. Это какая-то бесконечная вещь. То есть я не могу сдвинуться в итоге с места, это как такой невероятно большой снежный ком. В итоге, ну, значит, мне придется, собственно говоря, публиковать этот манифест без сарафана. То есть я упоминать буду сарафан, но пускай он будет таким, какой он будет. Потому что нет у меня времени этим заниматься. Не хочешь, но как бы тебе не надо тратить время, чтобы мне это объяснять. Ярослав сказал, что тебе это никто не сделает, но в честь технических для тебя это могут сделать, но ты все равно должен будешь сидеть и слушать и видеть и, грубо говоря, участвовать и голосом хотя бы, объяснять так вот это или не так. То есть это можно сделать с тобой в любом случае, но без тебя это будет сделать почти невозможно. парни, меня слышно? Да, да. Это Данил, всем привет. Привет. А если сделать главную страницу, как вот я предлагал, есть моя страница. Что такое все видели? Все видели. Ну там непрестислено, мои интересы, мои ресурсы, мои навыки, мои... Ну это социальная сеть в кооперативе ты имеешь в виду? Ну да, сразу делать йода, и все. Ну мы вот с Ярославом на предыдущей нашей нашем части совместной практики как раз хотели попробовать сверстать одну из твоих страниц, чтобы это сделать не как центы, а именно что мыли прям сразу за буквально несколько минут. Ну вот, можно на сарафане сделать, по-моему. А зачем это на сарафане сделать? Потому что мы объединим и сделаем один информационный ресурс, зачем нам кучу сайтов? Мы объединим сейчас у тебя услуги, там будут еще базы ресурсов, там тоже будет, проектов, там и так далее, предприятия, там все, сейчас все обоих соединяем. Мы, допустим, с ВАДом подключимся, мы с ним разрабатываем систему по ресурсным цепочкам, то есть, по сути, для проектов визуальное программирование реализует. Оно уже существует, уже существует много вариантов, надо это просто применить на практике. Врачи X делу. Что еще раз? есть предложение в интерфейсах рисовать просто картинки хотя бы примерно. Для этого есть Google рисунки в Google Docs и можно сделать публичную и совместно даже редактировать эти рисунки. А в Google Docs? Да, вот Кирилл может прямо открыть у него одна из складок как раз на Google Drive открытый, и оттуда можно сразу создать рисунок. Там с чистого листа можно сразу набросать, что мы хотим видеть или что он хочет видеть на сарафане. Давайте, конечно, посмотрим. Ну, просто сейчас инструмент, как это работает или что мы хотим? Да, сам принцип работает. Кирилл, вот видишь у тебя окошко от Skype нажми крестик, если ты крестик нажмешь, только не красный, да, вот крестик. Да, закрой. Все. Помешите. Так, создать предыдущий вот здесь. Вот рисунки. Ага, вот это. Да. Вот он также может быть доступен любому из интернета и его можно совместно редактировать. Очень удобный инструмент. Плюс он вектор создает. Ну, если ты посмотришь на панельку, здесь есть что? Собственно, линии, фигуры и текст, и картинки можно вставлять. То есть достаточно примитивно просто, но из этого можно сделать очень многое. Комментировать, да? Конечно, здесь все можно комментировать, то, что это все Google Docs, здесь есть встроенный чат, и можно сюда подключать людей для совместного редактирования. Вот. Ну, или можно прямоугольники, вот есть фигура, да, это текст будет, можно еще угольниками делать, квадратиками, например, да, достаточно популярная структура, которой можно еще многое вырисовать. Достаточно это все делается. Кирилл, я тебе предлагаю немножко комментировать, что ты делаешь, или что-то... Я не... Я не... Я не... Ну, просто, ну, решили посмотреть инструмент. Смысла я сейчас особо в этом не вижу, не знаю. То есть, ты вот так сходу не можешь сформировать минимальные необходимые требования, да, к тому, что ты хочешь видеть. Да, я хотел бы, собственно говоря, чтобы ты не занялся какой-то человек, чтобы мог покойно посидеть, подумать, взвесить, посмотреть, какие аналогичные сервисы существуют, какие там, собственно, как строится современный дизайн сайтов. Ну, таким образом мы сейчас просто сведемся к тому, что нам будет... Мы просто сейчас возьмем и сделаем одну тестовую страницу в социальной сети в кооперативе, которая, в принципе, может включать функционал вот этого в сарафане. Что ты говоришь, тестовую страницу? Мы можем сделать тестовую страницу, вот как Данил предлагает его концепции социальной сети в кооперативе, например. Это будет как раз похожим проектом, который можно уже... То есть, у него же картинка есть. Вопрос Хочешь ли ты, что ты говоришь, что даже готов деньги заплатить, как бы, не знаю, допустим, вот мы есть здесь, как бы, я думаю, никто не будет против благодарности, но вопрос, хочешь ли, чтобы мы, например, занялись именно сарафаном, или мы, чтобы мы именно сделали нечто, что поддержит оба функционала, например, того, что Данила предлагает, и с Николей начнем общую систему делать? Общая система, я так... Я думаю, что надо начать что-то делать. То есть, ну, вот, для меня просто, может быть, это моя уже такая психологическая составляющая, тут играет роль, что называется, незавершенный гешталь. То есть, сарафан, это проект, в который я вложился в свое время по полной, можно так сказать. Я не собираюсь это дело бросать. Конечно, сарафан – это только начало, и хотелось бы значительно большего. Но я откладываю сейчас... По сути, сарафан – это площадка для ведения проектов, правильно? Не совсем. Но что, что и что... То есть, вот этот элемент там включен? То есть, он там есть? То есть, проекты – это следующий этап, скажем так. То есть, он на что сфокусирован? Еще раз, больше. Потребности, ресурс, скажем так. Потребности, ресурс. Ну, прекрасно. Ты видел... Как фриланс, человек приходит и говорит, у меня есть потребность. А ему говорят, а у меня есть возможность. Вот я хочу за эту возможность вот столько. Говорят, да. Вот, говоря, это именно такой способ. Площадка заключения сделок, ресурсов. Понятно. Ну, смотри, мы в принципе здесь сейчас все собрались, на самом деле, из тех людей, которые делают что-то такое, что-то подобное, или ровно именно это. И вот, собственно, сейчас вопрос, наверное, все-таки. Давай так. Ты сейчас все еще не придумал, что именно минимальное мы можем сделать сейчас? Нет, не знаю, что можно сделать сейчас. Я думаю, что надо несколько часов просто посидеть, полазить по сайтам, смотреть, то набрасывать какие-то... Хорошо. Я, по крайней мере, так бы поступил, если бы я собирался это делать сам. У тебя самого времена это есть? Слушай, можно я предложу? Да, да. Вот мы, так как уже собрались здесь, то все равно я считаю, что надо потратить время на то, чтобы совместно выработать вот это парное программирование, пускай оно будет заключаться в парном там искании какой-то информации где-то, да. вот, на самом деле мы уже пересмотрели... Мы можем сейчас в интернете что-то искать или рисовать что-то, мы можем или прямо писать код, да? На самом деле мы уже очень много сайтов пересмотрели, на самом деле у каждого из нас есть та картинка, которую бы хотели видеть, и у Кирилла то точно есть. Вот, и это можно рисовать хоть в пейнте, хоть в чем угодно, да, на компьютере. Можно даже на листочке бумаги, там транслировать это на экран. В общем, это главное делать вместе, да? Вот, а так как мы через интернет, лучше использовать ну, какой-то, да хоть пейнт открыть в принципе. Ну, мне кажется, Google рисунок все-таки лучше, потому что он уже открыт, это раз. Во-вторых, там все-таки вектор, то есть, и его можно совместно редактировать, то есть, всех можно подключить к редакции. Скиньте ссылку. Да, скинь ссылку и сделай ее публичный репутат настройки доступа. Кнопка 7. Один назватель, да, что... что... Неважно, он у тебя в корне диск создается. Да, Так, лапы, да, где так, лапы. А то, что это не страшно. не страшно. Ну, допустим, так. Вот, теперь сделать, чтобы публично можно было редактировать. Вот, редактирование, сейчас включить. Редактировать могут все, у кого есть. Да, и кидаем вас. Кто бы готовы не забыть нажать. Да, нажал. все, тащимся. Вот, например, я подключился, да, сейчас это будет видно у тебя. Ну, я вижу, да. Так, например, фигура, да. Землерод. Можно, например, меню начать с какого-нибудь прямоугольника. на самом деле, я могу даже, например, просто показать, ну, так, навскидку, несложный вариант страниц, который мне кажется, в общем, могут быть близок. То есть, более-менее современный, заголовок какой-то вошли. тут, наверное, надо все-таки оставить те ссылки в меню, которые есть у карафана. я не знаю, если человек не забыл, не может быть, но. Хотя, может быть, это совсем не то, что может быть, мы сейчас сделаем, как лейнг. Лейнг, наверное, будет. Вопрос, наверное, даже проще. Я вот сейчас только что вспомнил. Глобально всего в жизни есть очень небольшое количество конфекций. Есть приоритеты, это самое важное, что у тебя должно быть в жизни. Дальше, есть мечты, это направление, куда мы движемся, есть конкретные цели. Это то, что реально осуществить за конечный период времени. Вопрос, что ты хочешь, какую цель ты хочешь достичь этой страницы. Например, человек туда заходит, какую, например, свою проблему должен решать, или что ты хочешь, чтобы этот человек какую имел возможность сделать дальше. Вот именно с главной страницы, что должен иметь возможность сделать прямо сейчас сразу. И, исходя из этого, можно сразу набросать необходимый список элементов графических, которые эту задачу помогут решать. Потому что, в принципе, все меню и все дизайны, они состоят из простых элементов. Всегда есть ссылки, кнопки, не знаю, картинки, текст и все. То есть, в общем-то, как это будет выглядеть, это не такая большая проблема. Если есть ощущение того, как это современно сейчас в дизайне делается, то просто надо делать это красиво, с вниманием к деталям, к отступам, и все в любом случае получится. Вопрос. Потом, это же никто не мешает взять и, допустим, развить. Нет, это понятно. Сейчас надо просто сделать, я не говорю, сделать там отличную, идеальную, приличную. Не надо просто, чтобы это выглядело как-то на троечку, скажем так. Меня слышно? Что-то у меня ощущение? Не слышно. Да, что значит на троечку? На троечку это приемлемо, скажем так. Алло. Алло, алло. Да, да. Слово слышно. То есть в интернале конечно ты сразу понимаешь о чем этот сайт и почему он тебе так нужен. Вот. Объяснить почему тебе так нужен этот сайт я могу. Это выражается в одной простой фразе максимально качественные услуги за минимально возможные цены. Я думаю, что так или иначе любой взрослый человек покупает услуги какие-то и платит за это и он хотел бы получать их качественными. и недорогие. Поэтому я думаю, что в принципе в этом заинтересованы люди. Можно я считаю, что все соотношение цена-качество и если низкая цена, то ожидается и низкое качество. Если высокая цена, высокое качество, я бы все-таки рекомендовал, высокое качество, которое гарантировано цифровой совестью и отзывами и чем угодно еще. А какая цена? Ну, рыночная цена. Ну, тем не менее, тут вопрос не в том, что мы декларируем, да, лохотрон декларирует самые выгодные условия, да, другое дело, что участник потом бывает разочарован. Наша задача, как я ее вижу, чтобы человек понял, как это работает вот с первого взгляда и понял, что это действительно рабочая схема, она выгодна и она дает ему массу преимуществ перед основными какими-то вариантами. Так, ну, знаешь, сейчас вот есть, сайт Тоджавита, да, он предлагает регистрировать предложение, да, но он не регистрирует потребности, то есть поисковый любой запрос это потребность. Костя, если ты знаком с сайтом ЮДУ, то вот это вот, то, что сарафан, это ну, очень, очень, очень близко, то есть фактически я бы так сказал, что в первом приближении это разница только в перечне услуг, которые есть. Дальше там есть цели совместного потребления и так далее. ЮДУ, конечно, он в этом плане решает интересные задачи, в том плане, что он позволит как раз регистрировать потребности, но у него провал в этом, в регистрации всех возможностей, то есть он не регистрирует, не делает то, что делает Авито, например. Ну, а можно предложение? Вот, смотрите, мы уже там ранее как-то говорили, что человек, было бы неплохо так сделать, чтобы человек регистрировал «хочу» и дальше «хочу» вот этого того с другой человек. Есть еще «хочу», «могу» или «ну да, хочу». Да, «хочу», «могу», вот так. Ну, понятно, да, это типа как у Хаплова, да, потребности, способности, но это очень понятно. Ну, вот, главная страница, как мне кажется, поменьше текста, побольше какой-то инфографики и желательно вообще одну кнопку «решить все проблемы», да, сразу. «Счастье». Как минимум две, наверное, все-таки хочу, могу, потому что у человека есть разные проблемы. У него, по сути, глобально их всего две. Проблемы, может быть, человеку нужно отдать любыми способами. Вот что-то у него есть, или он что-то может, ему нужно-то отдать, вот ему это надо, это его проблема, а у кого-то ему нужно взять, получить что-то. То есть, по сути, есть, изнутри наружу, да, это отдавать, из внешнего во внутреннее получать, да, то есть, всего глобально есть две вещи, и тут как минимум две кнопки, я думаю. тут еще, когда дают, то взамен хотят или отзыв хороший, или деньги, или положительные эмоции, или что-то еще. Кирилл, вот ты, например, можешь открыть тот рисунок, который мы сейчас сделали у себя на странице, на странице, то есть, в правое зрение видно. Да. Так, ну вот, например, тут такую вот штуку набросил сейчас. Допустим, чтобы мы зарегистрировали, допустим, запишем, да, чтобы не было такого, что мы говорим, у нас после разговора никаких результатов. Вот, например, такие вещи я набросал, да, если допустим, мы хотим, можно их, сейчас я просто набросал, да, неважно, где это располагалось, сейчас я сделаю, чтобы оно еще и по центру было. Делается это достаточно быстро. Ярослав, простите, я перейду, можешь продолжать. Ну, просто я не вижу сейчас ни там, ни там, поэтому не могу понять, что сейчас происходит. Открой ссылку, у тебя через Google будет транслироваться изменение, она в Скайпе. отчасти, ссылка в Скайпе, была, наш новый документ. А, Ну, вот я тут набросал. Первый обменю, скажем так, писал, Кирилл, вот я доплаивал вот эту вот, хочу могу. То есть, в принципе, можно даже визуализировать с три ручки. Я скинул текст, в Скайпе, это сарафанет. Его, в принципе, вставить, в принципе, он нормально отражает, только его покрупнее сделать. Чего ты говоришь? Текст? В Скайпе текст, который вставить тоже на страничку. Ага. Все, отлично, сейчас ставлю. Так, допустим, здесь будет такой большой будет текст, там, вот, всегда вставим, сейчас, слышишь, так, допустим, тридцатый, очень большой, 15, 14, там больше текстов, 18, короче, там текст, первая пара срочных, вот текст, который там был. Слушайте, у меня появилась идея, а есть ли отрицательные отзывы убрать вообще навсегда? Чтобы были только положительные, и те, у кого больше положительных, ну, просто количество положительных, да, то, ну, как бы, больше положительных, там, эмоций, да, у человека, а отрицательные, ну, нету. Собственно, на этом зациклены все социальные сети, у нас же, например, нету... Дизлайк, да? Да, у нас нету дизлайков ни во Вконтакте, ни во Фейсбуке, а во Вхабре есть отрицательная карма, и там, скажем так, есть некоторая специфика, что есть вот эти вот негативные эмоции, крутящиеся вокруг того, что тебе сольют карму и злорадство на тему того, что вот мы, чуваку, слили карму. То есть, да, если такой элемент убрать, то единственное, на чем можно сконцентрироваться, на позитиве. Да, позитив, это же круто, это классно. Это классно, но... говоря, что делать, если тебя обманули? Как защититься от этого? Как эту систему защищать? А оставить, чтобы они были, только их не отображать? Ну, или как, не знаю, как-то сделать? Ну, Ярослав, это у тебя, знаешь, у нас с тобой совершенно разное мышление. У тебя такое, ты сидишь, выдумываешь, что бы тебе придумать, а у меня в другом. Я просто живу, и меня осеняет, и я вижу, что вот так оно будет работать. почему так работает твоя голова и моя, в общем вопрос. это гипотеза, это гипотеза, которые потом рынком подтверждаются или не подтверждаются. То есть, мы же делаем не для себя, а для людей. если говорить о рынке, то, соответственно, посмотри, как устроена система отзывов везде, где между людьми устанавливаются соотношения серьезные. то есть, это что, это интернет-апфиромы, это сервисы типа Airbnb, там, DriveMyCar и так далее, да, ну, в основном, совместное потребление, сервисы фриланса и так далее. Найди, где они будут. Звездочки. Звездочки от 1 до 5, да. Там, очень много, на самом деле. Помимо звездочки, если бы, например, Али взять, то есть, там, конечно же, есть отрицательный отзыв, вот, и там, очень много самых разных фильтров, там, за последнюю неделю, там, за последний месяц, там, отзывы по конкретному заказу, по конкретному товару, там, очень много всего. Я думаю, что, если система универсальная, то, грубо говоря, она должна заключать в себе оба решения, потому что, на рынке, мы видим, что есть, по фейсбук и веб-контакте, которые используются. Фейсбук не относится, не относятся к договорным отношениям. Никакого отношения они к этому не имеют. Они не имеют никакого отношения к целью стоимости. К никакому делу. Это просто праздное времяпрепровождение. Вот и все. Ну, Кирилл, Кирилл, мы сейчас страничку делаем, обсуждение потом. Я не знаю, чем мы занимаемся, на самом деле, у меня ощущение, вот я честно скажу, что, в принципе, наверное, я трачу время. Вот. Мы тебе страничку делаем, Кирилл. Открой ссылку. Я сейчас вижу. Я смотрю, ты меня тоже кем-то видишь, вот я тебя вижу белкой. С учетом того, что Костя это землеройка, вот, соответственно, можешь подумать о том, кто и я. Ну, вот Костя сейчас делает страничку, а мы с тобой болтовнью занимаемся. Давай делать тоже страничку. Вот так. Вот что еще там? Футер, наверное, внизу. Ну, футер, футер. Так, ладно, сейчас вернут. Ну, часть всего футер с контактами, там, about, ну, или что-нибудь еще. Картинку какую-то надо. Алло, 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 слышно? Да. Да. Я с Жениного компьютера. Вот где написаны слова, там должно быть видео, сразу прям вот, раскрывающее видео, прям трейлером о проекте. По-хорошему, и там. Но, в ближайшую, собственно говоря, неделю, шансов снять в общем-то нет. Запланирую. То есть, конечно, хорошо. и мне непонятно, я немножко недослушен, на основе чего берутся вот то, что, как бы, сущности, хочу, могу, понятно, а вот остальное, там, в меню, вот, на какое, как бы, откуда это, из какой-то схемы, или из чего это? мы делаем сайт сарафан. По идее, как бы, вот, соответственно, это биржа услуг. Это аналог, собственно, по функционалу, аналог сайтов фриланса. Есть заказы, есть исполнитель. И, фактически, то есть, человеку, заказчику, ему приятнее всего, то есть, просто рождать предложение. Это основной, так сказать, закон рынка. Самое удобное для человека, не то, что там бегать, искать кого-то, а чтобы за него боролись. Он размещает то, что он хочет, заинтересованные исполнители, получают, собственно, если они видят, что в поле их интересов, ну, там есть система уведомления, умная достаточно, проработанная, то есть, когда в поле интересов регион, плюс, категория, плюс, ключевые слова совпадают с тем, что исполнитель хочет получать. Ну, он может просто подписаться в какой-то момент сам. Это и есть. Это и есть подписка, по сути дела, но она тут, в общем, хитрым образом оформлена. Суть в том, что если исполнитель видит, что заказ ему интересен, он добавляет предложение. Я могу сделать что-то на определенных условиях. Да. Ну, понятно, у меня есть то, что заказчик. Заказчик видит борьбу за себя и выбирает самое выгодное предложение. Но плюс к тому, у него есть еще дополнительные гарантии. Во-первых, он видит репутацию человека, реальную деловую репутацию. Конечно, что касается положительных отзывов, которые тут говорили, они легко накручиваются. Вишка системы в том, что невозможно избавиться от этого. А отрицательный? Ну, положительный. Вот надо сделать. Смотри, какую по поводу отрицательной репутации. У меня был такой случай, когда я в конторе работал и там на косянчик банк клиентов, но при этом потом круто справился, клиент дошелся доволен, а из интернета я уже не могу ничего стереть. Понимаешь, мне уже написали там. Да. есть... То, что в итоге сам заказчик, нажимая на кнопку, сказал, что типа все, молодцы, справились в бизнес-процессе в таком-то, таком-то, на таком-то шагу изменили вот так. Теперь этот интернет повторится. Можно сказать, есть в банкеру, например, на отзывы негативные, любые отзывы, да, они никуда не деваются, они должны оставаться, чтобы был такой косяк. Но на них всегда можно ответить. И в итоге как бы можно сделать тот минус, который был сделан, да, негативную грузу, превратить его в плюс. Описать ситуацию, ситуация, грубо говоря, исправлена, но люди видят, да, что, да, они косячат, но они исправляются. Да, да, да. Ну, собственно говоря, на сайте можно на самом деле сделать, ну, вот здесь есть такая речь, как гарантийный срок. Она реализована. То есть, при заключении сделки указывается, что вот такой существует гарантийный срок, что, допустим, заказчик выполнил заказ, да, то есть, исполнитель выполнил заказ, заказчик принял работу, написал хороший отзыв, на следующий день там обнаружил кучу косяков, он опять-таки тоже должен иметь возможность как-то влиять на ситуацию. На данный момент есть гарантийный срок, в течение которого заказчик имеет право изменить отзыв так, как он считает нужным. Сположительно на отрицательство отрицательного отрицательного но если мы говорим о блокчейне, мы сейчас обсуждаем как бы в перспективе, конечно, печаль, а не саму страничку. То есть, это вот... Не-не-не, погодите, мы сейчас сделаем одну страничку. То есть, чтобы не расплываться, потому что у нас время всего один час, прошло уже довольно много времени, я даже не знаю, сколько прошло. Да, не тикают часы, нет? тикают, тикают, но я не могу столько посмотреть, почему-то... Так вот, давайте сейчас мы можем сделать вообще более-менее реальный... Сейчас прошел, то есть, сейчас прошел, не, мы можем еще один час взять, потом, если что, видео нарезать, и так далее, все не будет. Хотим... А мы будем сейчас расплываться. Вот мы сделали за этот час вот то, что сделали. Получается, можно поставить резюме, да, вот, и начать, как бы, следующую итерацию, но уже, уже, вот как бы, зафиксировать, что сделано за один час вот эта одна страничка. Один час труда. Правильно? Ну, по крайней мере... Ну, слабо как-то выглядит, честно. На самом деле, оно так и выглядит. Большая часть времени вы все болтаете и думаете, что можно очень многое сделать за кратку прожитокуринику, а доходит дело до практики, пока оказывается, что это все долго и надо очень аккуратно делать. Что бы каждый добавил, вот что бы к этой страничке бы добавил каждый? Вот сейчас вот, можно, ну, резюмируем. Мне хочется запевести. Можно я ее включить на... Я предлагаю все-таки дать слово Кириллу, потому что он именно тот человек, который, собственно, инициировал тему, да, и он говорил, что он думает, что он теряет время. Вот мне бы хотелось Кириллу помочь организовать его в дальнейшее время. Просто давайте обсудим вот эту тему. Как бы, действительно, мы сейчас потеряли время или можно от вот этой странички дальше развиваться? Кирилл? Нет, это лучше, конечно, чем ничего. мне кажется, что это мало, чем может быть полезно. Может быть, какая-то небольшая такая находка. Хочу-могу как-то можно обыграть, но в конечном итоге может оказаться, что это будет использовать, может и нет. кириллу. Да. Ну, я вот, честно сказать, определил бы все сущности, которые там участвуют. Потом, сгруппировал бы их по мере необходимости, то есть, я ходу в систему, я контактирую. Первую с этой сущностью, во вторую очередь с той, со следующей и так далее. Из этих вот необходимого вот этого пути, уже формировал бы динамически для каждого клиента, в зависимости от его свойств, уже ему выдаваемую страницу. Давайте хотя бы одну страничку сделаем, универсальную, там, для всех, и это будет уже что-то. Пошло. И начать именно... Кстати, на тему универсальности, если мы еще сделаем так, что ей можно пользоваться этой главной страничкой и будет удобнее на мобильном телефоне, то, естественно, запуститься это все сможет немного быстрее. Обязательно. Теперь давайте эту страничку делать в HTML. То есть, можем в следующий один час, так как мы уже собрались, уже общаемся, уже именно открывать HTML. Кирилл, он, в принципе, знает HTML. еще дополнил значительную страничку. Смотрите, у нас какого варианта. Мы можем вот это рисунок дополнить, Или можно... Я его по-другому вижу. Есть как бы уже... по-другому, смотри, если ты это видишь, по-другому... Есть из интерфейсов, вот они потерялись, где-то обижали, а сейчас нет. По-другому. Ты можешь это набросать либо на листочке, либо где-то... Ну, с почвы их найти, то есть, прямо сейчас нет, а в следующей может быть встречи. Ну, и надо заново нарисовать. Потому что все мы вокруг другого ходим, все понятно, что нужно собирать потребности, и на основе этих потребностей даже могу это не обязательно прямо здесь. Вот я бы хочу разместить, у меня есть, ну, в другой раз покажу, как дорогу жизни, как в этом смысле, как дорогу, уходящую в будущее. То есть возможность промотки, промотать вперед и там назначить себе событие, когда ты получаешь, например, какую-то вещь себе. Соответственно, эта вещь встает к производителю в заказ и производитель может принять уже вексель от этого. То есть это в билинговую систему должно учитываться. То есть вот тот, кто заказывает, он тем самым своим желанием и, в принципе, юридически может выписать вексель, который погасит позже тому производителю. Ну, это я сейчас запутываю, допустим, без векселей вообще, без всяких. Просто есть заказ, чего-то в будущем. И есть желающие его исполнить. Ну, как у вас все. Вот. В принципе, таких сайтов сейчас откроется, например, весь сайт сайтов. А как платформа внутри, как будет? Ну, как? По кооперативной схеме здесь или коммерческий проект, который вы пытаетесь выписать? Как-то? Ну, в чем разница с тем же Юду и прочими проектами? Почему имеет смысл делать другой проект, новый проект? Почему нельзя с ними договориться и просто улучшить то, что у них есть? Юду? Ребята! 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 Мы делаем сейчас страничку главную для сарафан.нет. Давайте не расплываться. Там какая-то схема, там, кооперативник. Это вообще не имеет сейчас никакого отношения к тому, для чего мы здесь собрались. Мы делаем одну страничку, одну. Вычем желательно. Для того, чтобы ее сделать, нужно понимать, она для чего сделана, кем, с какой целью, какими ресурсами, чем она наполнена. И прочие многие по отношению к ней. Тогда можно будет понимать уже достаточно четко, что же нужно сделать. Мы можем сейчас перейти и эту же страницу делать его, что мы. Или там, я не знаю, или визуал-студию, или чего угодно. Просто не понимая как бы сущностей, мне кажется, нет смысла. То есть, как бы, она... Ну, да. Я согласен. Вот я тоже сижу и не понимаю, чем он занимает. Ну, если только... Сейчас. Давайте тогда сделаем так. Мы можем этот час сейчас пока закончить, подвести итоги и закончить, пока выложить эту запись. вот. И... Так. Алло. Да. Да. У кого-то, видимо, связь оттуда это обрубилось. Кирилл, ты на связи, да? Я тебя слышу, да. Вот. Ну, в общем... Алло, алло. Итоги, да. Слышно? Да, да, да. Тебя слышу? Вот. Я что, предлагаю сейчас подвести итоги. Вот, давай сделаем так. вот, Кирилл, ты ставил цель перед собой, вот, написал там, приглашал к обсуждению или практике, да? Вопрос, насколько ты считаешь, что вот эта вот цель выполнена, да? И если она не выполнена, давай смотреть, какие есть предложения на следующие встречи. А это пока заканчиваем. Ну, я не могу сказать, что я могу сейчас просто копипастом это все пульнуть на, например, на фрилансерский сайт и сказать, мне нужно сделать вот это. Техническое задание и что-то показать. То есть, иными с вами, ты понимаешь, что все-таки нужно посидеть какое-то время поработать над техническим заданием, хотя бы сформулировать свои мысли текстом? Конечно. Ну, текстом, картинками, как угодно, очень. Но техническое задание, которое, в принципе, нужно было, его не появилось. Ну, подожди, мы, допустим, сегодня познакомились с инструментом вот этого Google-рисунка. Вот, например, у тебя теперь инструмент, и ты можешь привлекать его к практике. Саму ТЗ ты можешь написать собственно в Google Docs документы, которые Word заменяет. Вот, и точно так же приглашать к совместному редактированию, чтобы уже можно было конкретно по факту судьи разбираться. Кость, если ты хотел научить, как писать ТЗ, ну, может быть, это было бы какой-то смысл, может быть, имел бы, если бы я ни разу это не делал в жизни. То есть, я, конечно, не профессионально это делал. Я тебе не пытаюсь учить писать ТЗ, я тебе предлагаю, где это делать, чтобы этим потом было удобно пользоваться. Ну, я активно по-другому гугл-дейскому учу. Не знаю. И, мне, собственно говоря, нужны участники в проекте. Вот. Сидеть вместе, обсуждать что-то, вот просто так. Ну, если бы кто-то мог поработать, собственно говоря, я мог бы ввести человека в курс дела, и кто-то... Конкретно я могу прямо сейчас поработать. Предложить, собственно, свой вариант, я могу кинуть там ссылки на наши сайты или на наши сайты, какие-то похожие того, что, собственно, может быть, потом можно это все делать, когда будет какой-то набросок, вот, кто-нибудь пойдет, оно не пойдет, вот, и... Вопрос, наверное, вот в чем. Если понимание, как бы, ты говоришь, у тебя самого сейчас пока нету, того, что нужно делать, то, как бы, ну, да, ты можешь сказать человеку, или там, мне, например, чтобы я здесь посидел, посмотрел другие вещи, да, но вот лично для меня, я как бы вижу, что у меня в приоритетах стоит развитие еще нескольких проектов, которые, в принципе, твой функционал включит рано или поздно, и, как бы, мы все равно движемся в одном направлении, то есть, я к тому, что, смотрите, изучать, какие есть примеры на практике сейчас, ну, это, мягко говоря, бесполезно, потому что мы так уже обсудили очень много основных концепций, которые используются с существующими проектами, и нужно уже приступать к непосредственной практике. Вопрос, можем ли мы, вот, прямо вот сейчас, придумать минимальное действие, допустим, как от рисунка перейти к странице, или что добавить к этому рисунку, что на нем не хватает, то есть, в чем заключается болтология и проблема болтологии, я еще раз повторю, я это раньше говорил, что начинается обсуждение о глобальных целях, рассуждение вот эти пространные об абстракциях, и это никогда не заканчивается, это можно бесконечно делать. Практика это когда мы берем и находим самое минимальное, самое простое, что можно сделать прямо сейчас, буквально за минуту, например, и делаем, сразу же сделали, после этого следующее смотрим, что можно сделать за минуту, и делаем, 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 делаем. В любом случае, у нас у всех голова на плечах есть, мы достаточно, то есть, за всю свою жизнь мы очень много информации получили, наш мозг прекрасно понимает, что нам нужно делать и в каком направлении двигаться. То есть, вопрос, который нужно задать себе, это какой минимальный шаг нужно сделать, чтобы достичь все эти цели, которые мы перед собой ставили ранее, или большую часть этих целей. Какой минимальный шаг? Ладно, что я предлагаю сделать так, сейчас запись, наверное, алло, 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 можно? Минимальный шаг, вот, в идеале, если бы мы рисовали действительно устранить с устранством, чтобы это заканчивалось хотя бы каким-то вариантом интерфейса, который уже можно дальше обновлять, добавлять. Мы сделали вариант интерфейса, состоящий из двух кнопок, ну да, и меню, которое не определено пока. Ну да, ну как бы что-то вот непонятно, насколько это все рабочее, если мы его дальше услышали. Можно ли сказать, что жрак, попадя на этот сайт, он поймет, о чем этот сайт и захочет на нем что-то делать? Я лично сразу же понял по кнопкам «хочу-могу», да, что здесь предполагается какое-то действие или что-то там, можно действительно зарегистрировать свою потребность или свои возможности, да, и соответственно, если мы нажимаем на «хочу» или «могу», дальше нам просто надо проработать для каждого следующий экран, то есть, следующую страничку, что будет человек видеть дальше. Тогда это уже будет три страницы. Ну, то есть, ты предлагаешь, собственно, сейчас вот сидеть и фантазировать, а что бы нам сделать, да? Есть проект, есть проект, над которым я реально работал. Не так вот, как сейчас мы сидим тут и клюми занимаемся, по большому счету. Я реально работал, да, то есть, изначально ты сидишь, собственно, скрипишь мозгами, пишешь текст, там, если ты учишь, то, собственно, ты идешь уже к человеку, который, к специалисту, там, или заказываешь услуги, или как обсуждаешь со специалистом, который, ну, то есть, конкретно, совершенно не вещи, никакие-то там, страсти. у тебя очень много денег, и, чтобы конкретно специалистов за ним нанимать? У меня не много денег, но у меня еще меньше времени. У нас тоже у всех еще меньше времени. Вопрос, мы просто здесь собрали тех людей, как минимум двух, да, Ярослав и я, которые могут и уже пробовали на практике что-то делать. Мы можем вот прям сейчас это делать, но под твоим присмотром, то есть, ты будешь видеть, что мы делаем. Вот, например, я набросал эту схему небольшую, да, она примитивная, но... Я, к сожалению, не вижу, к чему ее применить. Если вы хотите что-то делать, как бы, то, что мне нужно, да, если вы готовы мне помочь, я могу сказать, что нужно сделать. вот давай, вот, видишь вторую часть экрана, если тебе не нравится, сейчас вот возьмем и нарисуем ровно то, что ты скажешь. Ты мне говоришь, я рисую. Вот прям сейчас. То есть, я тебе даю ссылок десяточек, ты идешь, прорабатываешь эти ссылки, изучаешь их, Кирилл, 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 кроме тебя никто не может нарисовать. Если ты даешь ссылки, Кирилл, 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 послушай, пожалуйста, Сарафан, чей проект? Сарафан, чей проект? Если он только мой проект, значит он только мой проект, собственно говоря, если никто не может участвовать, значит не надо. Если вообще никому, это твой проект, и не чей-то. Кирилл, Пожалуйста, послушай, твой проект или не твой? Я хотел бы, чтобы он был не только мой. Это хорошее желание, но ты им занимаешься этим проектом или нет? По мере сил. Вот по мере сил хотя бы одну страничку. А? Хорошо, но вот есть один час, два специалиста, которые бесплатно тебе предоставляют свой труд. Пожалуйста, можешь нарисовать хотя бы словами или каким-то другим способом, как ты видишь главную страничку. Лучше тогда, собственно говоря, если вы хотите от меня добиться, как я вижу главную страницу, лучше разъединиться, я потрачу там день, я буду заниматься этим, я буду над этим думать, не буду тратить ваше время, а потом вам предоставлю результат, как ее надо видеть. Отлично. Тогда договоримся о том, что мы созвонимся завтра, опять проведем час. У меня нет этого дня, я хочу попросить на другое, и я надеялся, что здесь есть люди, которые хотят участвовать в сарафане. Если нет таких людей, которые просто потрячают самую час, ну, как бы, спасибо. Смотри, какие здесь есть люди. Здесь есть люди, которые хотят поучаствовать во всех проектах, которые полезны, да, но у нас свои тоже проекты есть, есть свои некоторые представления. Если ты готов час времени потратить на то, чтобы конкретно обсуждать, что, конкретно не только обсуждать, но и делать вот прямо сейчас, да, либо рисовать, либо делать из рисунка картинку и так далее, либо мы можем прямо сейчас сразу сделать мобильное приложение, запустить его на всех платформах, посмотреть, будут ли пользователи это делать, как на это пользователи будут реагировать. Мы можем включить статистику, чтобы записывались все их клики и так далее, через там Яндекс.Метрику и так далее. Адаптировать это под мобильные платформы, то есть, одновременно сделать из этого и сайт, и приложение мобильное, это тоже делается быстро, потому что есть огромное количество инструментов, которые позволяют это за минуту сделать. Вопрос. Давай, если действительно ты не можешь сейчас сформировать представление, ну, подожди, вот ты, ты как бы постоянно, сейчас идет в разговоре, одни противоречия. Ты говоришь, что чтобы тебе дать это представление, тебе нужно потратить день, а потом созвониться с нами. Но ты говоришь, что у тебя нет времени на то, чтобы потратить этот день. Да. Так, хорошо. Ты хотел накидать ссылок, чтобы мы посмотрели, сформировали свое представление. У нас уже сформировано свое представление, и мы знаем, что делать по другим проектам. цель того, что я вообще организую вот эти вот встречи и трансляции, видеозаписи, в том, чтобы сформировать практику совместного мозгового штурма и совместной практики, чтобы мы именно вот в режиме реального времени делали это совместно, чтобы нам не приходилось приезжать в какой-нибудь офис, создавать целую компанию, регистрировать физическое лицо, и делать кучу-кучу бесполезных вещей просто ради того, чтобы один раз собраться на несколько часов или на час для того, чтобы сделать дело. То есть мне не очень понятно, что ты предлагаешь вообще тогда для себя, какой у тебя план, действий, если ты сейчас получается как бы скинуть на кого-то другого, ты это можешь, но за деньги, да? Но я тебе могу сказать, что вряд ли ты получишь тот результат, который тебе нужен. Ты просто увидишь то представление, которое увидел человек, и все равно тебе придется потратить время на то, чтобы переделать то, что он тебе нарисовал, потому что у тебя своего образа еще не было сформировано. Либо ты можешь сразу сформировать свое время, но у тебя нет на это времени. Скажем, не очень понятно ты выразил противоречие. Мое противоречие простое. Надо делать сразу несколько вещей. я не могу. Но это физически невозможно. Невозможно. Вот собственно, если, ну как, для этого люди объединяются в команды. Каждый говорит, я беру этот участок работы, я беру этот участок, я этот. Собственно, договорились, каждый пошел заниматься своим делом. Встретились, объединились, совместили, собственно, посмотрели, срастаясь, не срастаясь, каждый пошел доделывать тот участок. Когда уже там последний этап, да, просто, ну да, и это все зависит от того, какая конкретная работа. Ну, если я один делаю проект, ну, как бы, остальные готовы мне только советам помочь. Ну, спасибо, конечно, я, собственно, в сообщении писал именно то, что, ну, не совет нужно, нужна работа. Советов хватает, спасибо. Хотя не всегда хватает советов, тоже, на самом деле, дорого стоит, когда есть, кому обратиться за советом. И спасибо, что вы есть, ребята. Но сейчас нужна работа. Хорошо, ладно, давай, сколько ты готов заплатить за конкретную работу и в чем заключается требование этой работы? То есть, вот есть конкретная задача, сможешь сформулировать эту конкретную задачу и сумму, которую ты готов за это заплатить. Мы это озвучим, сейчас закроем запись, запишем еще это предложение и, собственно, либо там, если цена устроит там меня, Ярослава или там еще кого-нибудь, то к тебе кто-нибудь подключится. Давай вот так это решать вопрос. Если я плачу деньги, я лучше сделаю фриланс. Почему? Почему ты не хочешь это делать через тех людей, с которыми ты взаимодействуешь и взаимодействуешь рядом, то есть, через своих друзей и знакомых, которых ты, собственно, в эти все чаты и собирал? Зачем тебе какие-то посторонние люди, когда у тебя есть высококвалифицированные специалисты, которым, в принципе, тоже нужны деньги? Да, мы можем и бесплатно, но при твоем участии. Но если ты хочешь платно, я, например, могу и платно. Потому что мне нужно кредиты платить, да, есть такая проблемка. Фриланс, собственно говоря, есть такая вещь, когда действительно есть партнерские такие, авиабушные отношения. Это одно дело. Нет, если готов конкретную задачу поставить, то есть, в чем задача состоит разработать концепт дизайна главной страницы, одной лишь страницы, правильно? Да. Да. Ну, хорошо. Сколько готов ты за это заплатить? Ну, сложный вопрос. Я надеялся, собственно, вот здесь вот, я надеялся найти, собственно, может быть, человек, который это сделает, потому что ему интересно. Вот. За конкретный уже... Нам интересно, но только при твоем участии. То есть, за тебя, за твою ответственность мы не будем брать. Понимаешь, в чем дело? Ты пытаешься сбросить ответственность, что на самом деле происходит. Ты можешь ее действительно сдать в аренду, грубо говоря, продать, заплатить человеку деньги за то, что он будет за тебя нести ответственность в нужном тебе вопросе, в нужном тебе твоем проекте. мы готовы совместно попрактиковаться и поработать хоть даже за бесплатно, за идею, да, потому что нам всем интересно и развитие этих проектов. Они нам всем очень близки и всем очень знакомы. Но если ты не будешь участвовать, то давай определяться конкретной схемой. Например. Участие в чем? Сидеть и говорить, что делать? я не вижу смысла в этом. Нет, ты ставишь задачу и говоришь, сколько эта задача стоит. Вот как бы ты это делал на своем сарафане? Хоть ты прямо на своем сарафане можешь это разместить. Я, например, могу просто раскрутить эту страничку через социальные сети и либо я, например, если меня устроит эта сумма за вот этот объем работы, подключусь, либо подключусь к другому. Я готов тебе помочь раскрутить конкретную задачу внутри твоего сервиса сарафан. Зачем тебе идти на фриланс и сказать, что у тебя свой сервис есть? Есть, да, но там сортун пользователем. Но я буду первым пользователем. Ну вот, все. То есть я тебе даю конкретику, все, я лично готов либо помочь найти того, кто это сделает, либо сам это сделать, если мне устроится пацана. Без твоего участия пока ты занимаешься другими делами. Если с твоим участием, естественно, мы можем это сделать в режимировании времени прямо сейчас. Если ты готов потратить свое собственное время на то, чтобы весь процесс проконтролировать и чтобы не получилось так, что я потратил на этот день, а потом ты за час мне говоришь, что все сделано было неправильно, деньги, денег я тебе не дам и, грубо говоря, иди целый день еще раз переделывай. Ну вот, понимаешь, Костя, здесь вообще задачу очень сложно поставить. Вот когда... Когда... я тебе еще раз говорю, что я за это деньги не планировал платить. А за что? За конкретный дизайн и за верстку. Вот за это я был готов заплатить. Когда есть ТЗ, тогда можно спрашивать... Само ТЗ ты сам разработать готов? Я же тебе за этим к вам и обратился. Именно за этим. Можешь почитать первое сообщение вконтакте, которое я написал. Может быть, тогда, как бы, у тебя становится более ясно. Ты хотел, чтобы мы тебе помогли сделать ТЗ. Да. Чтобы кто-то... Там где есть... Без твоего участия. Кирилл, алло, меня слышно? Да, слышно. Ну, вот реально, я сейчас сижу, слушаю вот уже 10 минут. Я полностью на 100% согласен с Константином. Потому что, вот, ну, я, конечно, все понимаю, там, но за тебя никто не сделает либо деньги, да, и можно, там, все что угодно и на фрилансе, и на своем. Ну, блин. Ну, я даже не знаю, честно говоря. Ну, просто Кирилл, ты считаешь, что, собственно говоря, тебе он не особенно интересен. Вот и все, Ярослав. Ну, давай просто... Если бы ты считался со своим проектом, тогда, собственно говоря, ты бы думал совершенно по-другому. Ты бы не сидел, не парал за этим, если у тебя есть возможность, ты бы просто начал это делать. Вот и все. Домен сарафан.нет, он может принадлежать только одному человеку. Давай домен на меня переведем, и тогда я включаюсь на 100%, буду его развивать, ну, так как я его вижу. А ты можешь советовать, да. или, допустим, вообще-то говоря, уже все начали, и вот, собственно, мы это все на экране видим, но вопрос, ты говоришь, что тебе это все не нравится, давай конкретно, что конкретно тебе не нравится в этих стрелках, или давай мы просто вот-вот, на правой стороне, пустой. ты от меня хочешь, чтобы я написал техническое задание. Я хочу, чтобы ты словами своими объяснил, что именно тебе не нравится из того, что было сделано. То есть, какую альтернативу ты можешь предложить. не надо техническое задание целое делать, его детализировать, детализировать может любой человек самостоятельный, кто понял идею. Но саму идею тебе так или иначе придется объяснить. Идею чего? Сарафана? Любой задачи, которую ты сейчас хочешь как его, переложить на исполнителя. Даже если ты саму... Вот здесь не исчез сарафана, собственно, надо сделать, там описано детально, собственно, свойства проекта, то есть из манифеста Сарафана нужно сделать ТЗ, правильно? Задача такая стоит. Да, надо сделать главную страницу вот этого проекта. Хорошо. Вот за эту конкретную задачу из манифеста Сарафана составить ТЗ. А сколько ты готов заплатить, если ты не собираешься в этом участвовать? Тысяча рублей. Хорошо. Но я не понимаю, как я могу оценить, собственно говоря, результат. поэтому я не хочу здесь денежных отношений. Это вот, собственно говоря, я не могу. Тут не могу этим заняться человеку. Ты понимаешь, как ты можешь оценить результат, что это значит? Тут проблема в том, что человек, который это будет делать, он может это все понять по-другому, иначе, и так далее. То есть тут должен человек быть, который должен быть заинтересован в результате, не в деньгах, а в результате. Поэтому я не хотел, собственно, со стороны кого-то привлекать. Но в результате больше всего заинтересован ты сам. Правильно. Но ты почему-то в этом же так же и не заинтересован. Потому что... Потому что я не... Я вот сейчас уже не знаю, ну, сколько мы времени, очень много времени, на самом деле. Мы отнимаем друг у друга, мне очень жалко этого времени. Мы... Я на самом деле рад, что это все записывается. Мы на самом деле видим достаточно серьезную эмоциональную проблему и проблему расстановки приоритета. Я, если честно, хотел бы, чтобы это видео еще кто-нибудь посмотрел и попытался решить эту проблему. Потому что эта проблема, она будет возникать не один раз, а несколько раз и не с одним с тобой. Это важно, что мы это все записываем и важно, что мы это все обсуждаем. Потому что, если мы сейчас не выработаем быстрых решений для того, чтобы глобально решать такие организационные вопросы и приступать к конкретной практике, то мы так и будем бесконечно разговаривать. Ну, я вижу здесь проблему такую, собственно. Почему? Ярослав, в принципе, правильную вещь говорит, да? Вот переводил у меня домен, да? Ну, просто все упирается в одну вещь. Ярослав не доверяет. Вот, собственно, систему доверия и надо строить. Ну, и надо как-то строить, ну, а мы все друг другу не можем доверять. и вот, если ты готов... Ну, в итоге получается, что я, ну... Кирилл, здесь... Я один в этом проекте, ну, как бы, все понятно. из этого замкнутого круга есть выход. Какой? Не нужно доверять или что-то делать. Можно, не доверяя, просто делать дело. То есть, смотри, допустим... У меня нет времени. Я понял. Допустим... Без тебя, кроме тебя, это никто не сделает. Спасибо, ребята, я это знал без вас, да? То есть, если вы не готовы за это взяться, зачем вы мне это объяснять? Зачем вы тратите на это мое время? Что, собственно говоря, вы мне говорите, что ты сам... Можешь хотя бы 10 минут или час начать совместно это дело, чтобы мы понимали, в каком русле развиваются твои идеи, да, и... Пусть я несколько лет потратил на то, чтобы начать это дело. Хорошо. Допустим, ты через час умрешь. Как бы ты этот час прожил? Вот самое важное в жизни вот сейчас что? Я бы сейчас просто зашел и опубликовал те тексты, которые я написал. Вот просто это первое бы, что я сделал. Ну, не плевать уже на сарафан, как на проект и так далее. Мне главное, чтобы люди вообще услышали, что идея такая существует. Хорошо. Тогда давай так. И, видимо, я должен плюнуть на сарафан, а, собственно говоря, опубликовать тексты. Ну, как бы, это будет хуже для сарафана. Нет, это будет лучше для сарафана, потому что, когда ты опубликуешь тексты, даже мы, прочитав эти тексты, лучше тебя поймем, и, возможно, у нас появится понимание этого технического задания. На самом деле, чтобы решилась задача, человеческому мозгу всего лишь нужно понимание задачи, то есть нужно ТЗ, и дополнительная информация о том, как это кто видит. Если ты опубликуешь эти тексты, у нас, может быть, сформируется более четкая картинка, и мы через, там, на следующий день, завтра или послезавтра возьмем этот ТЗ, напишем. Заодно, кстати, может быть, это будет в рамках обучающего видео, того, как пишется ТЗ, потому что немногие ТЗ вообще умеют писать. Ты умеешь писать, но у тебя ни на него нет времени. Ну, вот, можно взять, я могу кинуть, еще в тысячный раз эту ссылку на Манифест Сарафан, который есть. Если кто хочет, в тысячный раз это фактически такой... Я понимаю, ты собираешься еще публиковать тексты, правильно? Уже не про Сарафан, а про электронную. Ну, хорошо. В любом случае, так как у тебя открытая репутация есть в описании сервиса, то тебе в любом случае электронная совесть там нужна, поэтому это часть Сарафана, а не мечта отдельная. Ну, то, что я называю электронной совестью, Сарафан, ну да, может быть Сарафан, но это как... Сарафан это точка входа или точка выхода к электронной совести. Сама электронная совесть это децентрализованная сеть. Так, ну, что, я полагаю, мы подвели итоги, давайте, если, Кирилл, действительно у тебя больше нет времени, я тебе предлагаю просто отключиться, и мы, собственно, закончим эту встречу. Сколько мы болтали? У меня нету таймера. я сейчас полтора часа. Полтора часа. Результаты. Одна страничка, нарисованная в принте. Нормально. Я боюсь, что... Первый, блин, комом. Глубо говоря, надо пробовать. По крайней мере, у нас еще есть видео этого всего, есть аудиозапись, естественно, видео. То есть сейчас я это все выложу, и идет трансляция. Конечно, трансляцию никто не смотрит, но надеюсь постепенно у нас все будет больше и больше. Зрителей, участников. Ладно. Спасибо за желание помочь. В общем, конечно, на мой взгляд, если... Мой вариант итогов. Надо по-другому подходить к планированию встречи. Вопрос должен проработать, он четко должен быть и понимать, зачем они. А не так, что давайте мы сейчас соберемся в чате и сейчас будем быстро что-то сделаем. Результат показывает, что так быстро ничего не получается. Ну, у меня есть пример обратной практики. Ко мне один раз, однажды просто взял, приехал Влад. И мы за одну ночь, конечно, это больше, чем один час, но мы это все сделали. То есть у нас есть небольшой прототип, но как бы это смешно не звучало, там целых две странички. За целых 16 часов работы. Но у нас как минимум сформировалась общая концепция, он смог передать свою концепцию мне, а я передал свой опыт о том, что возможно и невозможно в этой области. собственно говоря, был подготовленный материал, и, собственно говоря, был... у него не был подготовленный материал, он сходу на листочке мне все это рисовал. Ну, в голове это было, если он сходу рисовал, а не сидел и не думал, а что бы мне нарисовать? Правильно? Не важно ли это материал, но он подготовленный. Ну, прекрасный, если он есть в голове, но странно, что он не может быть быстро придуман тобой и сейчас, раз у тебя эта цель поставлена. Понимаешь, Костя, вот если ты сейчас посмотришь на страницу, вот я тебе могу какая-то приемлемую страницу того, как это может выглядеть. Ну, скидь ссылку. Мастера побоятся за ваш заказ. Да? Ну, еще иуду. Отличный пример. Да, иуду, собственно говоря. Я говорю, что надо просто взять несколько ссылок того, что есть, и, собственно говоря, из этого дела... Я понимаю, мы все эти ссылки смотрели, вы прекрасно с нами будете про это. есть представление у всех. То есть, я просто хочу закончить.